С Верой в спорт Надеюсь, слушателям уважаемым о том, что нас ждет в году текущем, в 2019 уже наступившем Давайте сначала оценим, как на ваш взгляд, какие события в городском спорте, в развитии городского спорта оказали наибольшее влияние на 2018 год Ну, конечно, хочется отметить долгожданное событие, это строительство спортивных объектов, в том числе легкоатлетический манеж в Весняках, который был открыт в октябре 2018 года И легкоатлеты не только города Кирова, но и Кировской области с нетерпением ждали этого события Я очень надеюсь, что с появлением данного спортивного сооружения Королева спорта получит дополнительный толчок для своего развития Легкая атлетика будет развиваться Да, мы же прекрасно понимаем, что все вот эти события и строительство новых объектов, и выход на экраны каких-то культовых художественных фильмов Да, это провоцирует на занятиях спорта Это как раз дает определенный толчок в развитии того или иного вида спорта Родители смотрят, дети смотрят, заинтересовываются И, соответственно, вот как раз под данный конкретный вид спорта начинается прям такая волна желающих заниматься Поэтому я думаю, что как раз вот легкая атлетика у нас станет конкурентоспособной не только в Кировской области И выйдем на хорошие результаты и на российском уровне, потому что последнее время результаты есть, но они такие одиночные То есть это пока еще не система, но я надеюсь, что как раз системный подход в развитии данного вида спорта у нас появится У нас появились новые дисциплины в легкой атлетике, которых в принципе в последнее время в городе Кирове не было Ну, в силу того, что не было где заниматься, то есть это и прыжки в шестом Не было пространства, да Да, ну то есть когда нет объекта, негде заниматься, соответственно, развиваются те виды спорта, которые наиболее адаптированы Также у нас появилась площадка воркаут в парке у Дворца Мемориал Это тоже замечательно, уникальное направление, которое... Первая в городе площадка воркаут Ну, профессиональная, можно сказать Профессиональная, да, она первая в городе действительно, причем это проект, который реализован общественниками Который реализован с... Совместно со спонсорами, тоже были ребятами Да, заинтересованными ребятами Данное направление очень сейчас востребовано у молодежи Я очень надеюсь, что данная площадка точно так же примет у себя к проведению какие-то такие знаковые мероприятия, знаковые соревнования Я думаю, что не только в рамках празднования общегородских мероприятий, но и в течение всего сезона Как только будет возможность там заниматься и проводить выступления в обязательном порядке, эта площадка примет у себя всех желающих Да, ну ребята рассказывали, что, во-первых, зимой там будет и расчищаться площадка Но с приходом сезона площадка готова и полностью оборудована для проведения очень серьезных соревнований, как всероссийского, так и международного уровня, они говорили Так что дождем и спортсменов Ну я очень надеюсь, да, ну начнем со всероссийского уровня, а там уже посмотрим Потому что для того, чтобы провести соревнования высокого уровня, конечно, должны быть не только спортсмены, но и судьи, но и квалифицированный персонал, который оценит уровень подготовки спортсменов Точно так же у нас общественники, опять же, при поддержке руководства на трамплине, на территории спорткомплекса трамплин, у нас появилась площадка велосипедисты, которую оборудовали в рамках реализации грантов президентских То есть она тоже у нас практически готова Да, совершенно верно, Григорий, то есть Федерации было предоставлено помещение недалеко от той площадки, которую они обустраивают Которое требует очень серьезного ремонта Все выходили, все смотрели, то есть в принципе ребята были готовы к тому, что вот именно это помещение, причем разговоры по этому помещению у нас шли не первый год, потому что территория трамплина им наиболее интересная, наиболее оптимальная для занятий Ну, раз выиграли грант, оборудуют площадку, соответственно, развитие этого вида спорта, этого направления на территории спорткомплекса трамплин тоже получат Плюс Газпром детям, спортивная площадка, которая опять же на территории спорткомплекса трамплин была оборудована Ну, то есть есть чему порадоваться, есть чем гордиться, но в то же время есть к чему стремиться Потому что на сегодняшний момент все понимаем, что уровень обеспечения спортивными сооружениями на население нашего города, ну, на сегодняшний момент недостаточно, хотелось бы больше Давайте еще ненадолго вернемся к теме манежа лекатлетического, который в Вестниках был построен Расскажите, пожалуйста, о планах его эксплуатации в 2019 году, что там планируется проводить, какую и какое количество аудитории планируется собирать? Наверное, более подробно вам на эту тему сможет рассказать Министерство спорта, объект областной, объект, который закреплен за областным учреждением Но два всероссийских старта, которые планируются к проведению уже в феврале месяца, они, в принципе, получили подтверждение Поэтому не только областные соревнования будут, конечно, этот манеж как раз строился с учетом проведения всероссийских соревнований, возможно, международных Единственное, что, конечно, этот объект еще нужно не сам объект обустраивать, а вот именно эту зону Доводить немножко до ума Планы там огромные Совершенно верно, есть проект, который уже был презентован руководству «Газпрома» И я думаю, что если все будут двигаться в одном направлении, то реализация этого проекта станет возможной Да, если цели и возможности совпадут, то будет очень здорово Проект «Видела» на самом деле очень внушительный, очень объемный, и он продвинет очень сильно Кировскую область и город Киров в спортивной среде Да, конечно, мы же прекрасно понимаем, что построить один спортивный объект этого недостаточно То есть должна быть инфраструктура, которая и транспортная инфраструктура Это прекрасно, что сейчас обращают внимание критики, конечно, у каждого движения, у каждого момента, у каждого действия есть как положительные Люди, которые с положительной точки зрения оценивают, так и с отрицательной Но критиканы есть везде, они будут всегда Мы прекрасно понимаем, что ведь без критики тоже невозможно развить И не могут быть все удовлетворены тем или иным событием, которое происходит Если есть критика, значит, все-таки что-то не учтено, значит, есть моменты, которые нужно корректировать Есть конструктивная критика, которая, в принципе, как раз дает возможность довести до ума тот или иной объект Учесть какие-то недоработки и в дальнейшем избежать как раз тех моментов, которые могут негативно сказаться на развитии Либо вида спорта, либо строительства какого-то объекта, инфраструктуры Как раз эти вот доработки, возможность что-то доделать, усовершенствовать, улучшить Мне кажется, очень важная составляющая любого действия Совершенно верно Грамотное руководство, грамотно смотрит на мир, на вещи, которые оно само создает, созидает В совокупности с мнением общественным это может получиться очень и очень хорошей историей Ну, как Витя показал нам 2018 год, что как раз взаимодействие общественности, взаимодействие руководства, власти города, власти областной Как раз дает вот именно тот результат, который имеет место быть, который положительно сказывается как на имидже города, так и на имидже области И дает определенный толчок в развитии Вот на общественность, да, хотелось бы особое внимание обратить Во многом в связи с муниципальной программой развития физической культуры и спорта В городе Кирове программа, рассчитанная на 6 лет, с 2014 до 2020 года И, насколько я помню, одним из пунктов там была именно поддержка некоммерческих организаций И взаимодействие власти, организации и бизнеса для создания какой-то спортивной среды Как раз два примера вы указали Это развитие велоспорта на территории у трамплина и воркаут-площадки Я думаю, что это относится к реализации данной программы Ну, это опосредованно, скажем так, относится к тому пункту программы, который вы озвучили В большей степени здесь затрагивается взаимодействие при проведении мероприятий, при проведении соревнований То есть бюджет не может полностью взять на себя расходы по проведению всех соревнований С каждым годом у нас количество аккредитованных федераций увеличивается Увеличивается их календарный план, то есть помимо официальных... Увеличиваются потребности Увеличиваются потребности, увеличиваются количества Совершенно верно Все это требует дополнительных затрат, дополнительных расходов И вот именно взаимодействие с общественными организациями, с федерациями по видам спорта Как раз и дает возможность расширить географию, увеличить количество занимающихся Провести, проводить соревнования на более качественном, высоком уровне То есть, может быть, для взрослых это не так важно А ребенку очень важно по прошествии соревнований Если он, особенно новички, очень заинтересован получить медаль Вот это настолько... Особенно, когда медаль первая Да, для взрослых это, наверное, так неощутимо, не так ценно Детям очень ценно Поэтому как раз во взаимодействии с федерациями по видам спорта Во взаимодействии с бизнесом, с родителями, которые напрямую заинтересованы Чтобы у ребенка был дополнительный стимул, дополнительная мотивация Реализовываем мероприятие Даже медали, вот каждая мелочь, это стоит на самом деле денег Совершенно верно, это целая индустрия, это целый бизнес, который... Особенно, если мы хотим сделать хорошие, красивые медали, стилизованные Это отдельная тема Это огромные деньги, возвращаясь к теме Хорошо знакомые мне это Вятские холмы Когда мы каждый год заказываем дизайнерские, очень крутые медали И каждый раз это огромная радость Да как вы заметили, верно, для детишек Это прямо чудо Чудо и награждать этих людей, которые сами этого добились Пришли к финишу, одержали победу над собой Да, прошлогодним, это очень здорово Поэтому мы рады всячески поддерживать, всячески мотивировать Но не всегда получается в силу ограниченности ресурсов Ну да, вопрос бюджета очень сложный, я это понимаю И многие истории, о которых мы говорили даже в этой студии, в программе «Сверо и спорт» Они во многом завязаны на какой-то коммерческой составляющей То есть по мужчинам взаимодействия, на содействии бизнеса Если я правильно понимаю, то вот мы вынуждены говорить сейчас о том Не знаю, насколько это хорошо или насколько это плохо О том, что сейчас без бизнеса спорту, ну, во всяком случае, не прожить Это верное суждение? Вы знаете, опять же, возвращаясь к качественному проведению мероприятий Конечно, для того, чтобы учесть все необходимые затраты Медали, грамоты, работу судейской коллегии, подготовку спортивных сооружений Конечно, это определенные затраты И в основном, конечно, на сегодняшний момент, кто из бизнеса выходит То есть бывшие воспитанники тех же самых спортивных школ То есть те же самые спортсмены Те же самые спортсмены, которые на сегодняшний Совершенно верно, которые сегодня выросли Понимают проблемы спортивной индустрии И готовы вкладываться, понимая, что как таковой отдачи То есть финансовые они не получат, но они за счет этого получают моральное удовлетворение То есть они понимают, насколько ценно, насколько важна их помощь И видят результат, видят результат выступлений спортсменов Видят результат удовлетворенности детей Когда глаза горят, когда ребенок стоит на пятистале и получает медаль Для него это важно, для него это ценно И нашим помощникам, конечно, они бывают всегда очень довольны Когда вот особенно детки маленькие Прям радуются тому, что они получают Мне кажется, какая-то идеализированная картина сейчас получилась Исходя из ваших слов Что люди готовы давать деньги только благодаря идее Я общалась со многими представителями бизнеса И опять-таки по этим живязким холмам Все равно бизнесу хочется показывать себя лицом Все равно бизнесу хочется работать на аудиторию Чем больше людей собирает мероприятие Тем больше мы дадим бюджет Вы с этим сталкиваетесь? То есть как вот здесь работать? Особенно учитывая этот факт Переходя к следующей теме Тот факт, что есть задачи не только массового какого-то движения Но есть ведь какие-то более локальные и необходимые, просто жизненно необходимые задачи перед управлением спорта Это, например, адаптация пространства под нужды людей с ограниченными возможностями Чтобы они имели возможность заниматься спортом Здесь, наверное, сложнее гораздо находить каких-то партнеров, спонсоров Как вы с этим справляетесь? На сегодняшний момент есть федеральная программа, которая называется «Доступная среда», в которую каждый год подаем заявки В 2016 году у нас три учреждения были оборудованы подходами к местам проведения соревнований Там целый комплекс мероприятий, то есть там не только пандусы, там электрические подъемники, там оборудование санитарных комнат, то есть там навигационные системы У нас на сегодняшний момент спорткомплекс «Союз» готов принимать людей с ограниченными возможностями здоровья Пока, конечно, только в качестве зрителей, потому что специфическое спортивное сооружение, ледовая арена Но мы готовы на матчи хоккейные, на какие-то показательные выступления, на соревнования принимать людей с ограниченными возможностями здоровья Да, у вас есть данные, посещают ли люди с ограниченными возможностями здоровья подобные мероприятия в Союзе в частности? Мы выходили на районное общество инвалидов, мы направляли информацию о том, что готовы принимать на сегодняшний момент Пока не было желающих, я надеюсь, что начнем сезон с января месяца и более адресно будем отрабатывать этот момент У нас есть спортивная школа в Новоавиадске, которая, спорткомплекс «Заря» оборудована тоже для такой категории граждан Но мы должны понимать, что у них такая некая специфика Люди, которые имеют какие-то ограничения по здоровью, они очень сложно выходят в аудиторию То есть они со своей проблемой стараются остаться наедине Поэтому тут, наверное, все-таки использовать вариант именно адресного выхода То есть с конкретным человеком через общество инвалидов индивидуально проводить работу То есть эта работа не только и не столько ваша, сколько в содействии с другими Тут только совместная работа, потому что у нас нет специалистов, которые могли бы То есть те же самые психологи, те же самые социальные педагогики, которые могут с этой категорией людей общаться, работать То есть мы можем предоставить возможность прийти на мероприятия Мы можем предоставить возможность позаниматься, то есть какая-то минимальная общая физическая подготовка Но в любом случае с этими людьми должен быть человек, который их сопровождает Который психологически, морально поддерживает и просто физически помогает добраться до спортивного сооружения Надежда Юрьевна, а есть ли задачи именно привлечения хотя бы в качестве зрителей спортивных болельщиков Отличие людей с ограниченными возможностями здоровья? Конечно, задача такая стоит Мы все говорим о безбарьерной среде То есть это те же самые равноправные жители нашего города, члены нашего общества И все-таки, конечно, хотелось, чтобы данную категорию воспринимали как непосредственных участников всех процессов, которые происходят в городе Потому что невозможно общество делить на здоровых и на людей, у которых ограничены возможности С теми, с кем работают индивидуально, адресно, мы видим, что и в конкурсе «Лучший спортсмен Кировской области», который пройдет 11 числа Данная категория представлена, но это пока не массово, это пока все-таки идет индивидуальная работа И, наверное, не в том масштабе, в котором бы хотелось Расскажите, пожалуйста, подробнее про вот те достижения среди таких людей Все-таки в данном контексте мы их вынуждены выделять Потому что, на самом деле, мы ими гордимся очень Мы понимаем, что это огромная работа над собой Невероятная работа с собственной психологией даже, чтобы выйти, показать, доказать себе, доказать окружающим Какие здесь есть достижения? Знаю, что их немного, но они все-таки есть Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен Кировской области» 2018 года Официальная информация размещена на сайте правительства Кировской области На сайте Министерства спорта и молодежной политики В этом году мы немножко поменяли формат данного конкурса Мы не стали делить изначально десятка лучших знаменанты по видам спорта То есть собрали общую информацию от всех федераций И далее поделили олимпийские дисциплины, неолимпийские дисциплины Как раз вот люди с ограниченными возможностями и ветераны И выстроили рейтинг То есть мир, Европа, Россия В этом году стали более жестко подходить как раз к уровню соревнований И взяли старты не ниже первенства России Соответственно, у нас на сцену 11 числа выйдут только самые лучшие из лучших Как я уже сказала, не ниже России Мировые первенства, европейские первенства В том числе и люди с ограниченными возможностями Там очень высокий результат, который они показывают из года в год Причем практически одни и те же у нас спортсмены выходят Это говорит о том, что все-таки уровень подготовки наших спортсменов Очень высокий То есть конкурентно способный на любых стартах В 2019 году предполагается ли улучшение территории Ваших подвесных учреждений для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья Имели возможность заниматься и там Помимо тех, что вы уже сказали На сегодняшний момент Ну вот в 2018 мы закончили работу еще по одному спортивному объекту Это спортивный комплекс «Бывший металлург» Который в 2016 году передали также спортивной школе номер 2 Надо прекрасно понимать, что тот объект был в частной собственности И никогда не подвергался ни ремонтам, ни оборудованием пожарной сигнализации То есть все эти работы проведены И вот в 2018 году еще дополнительно как раз работы по улучшению доступности спортивного объекта На 2019 год муниципальные учреждения в эту программу не попали Но это не значит, что мы не будем использовать все возможные ресурсы Для того, чтобы привлекать данную категорию Если не к занятиям, то как минимум к просмотру, к участию в качестве зрителей На все спортивные мероприятия Совершенно верно А может быть отсюда уже пойдет дальше по инерции У нас же ограничения по здоровью у них не только двигательные Есть ментальные, есть люди, у кого снижен слух, у кого снижено зрение То есть они в принципе мобильны, они могут принимать участие в мероприятиях Поэтому и в последнее время у нас на территории трамплина Общественная организация «Дорога и добра» ежегодно не один раз проводит мероприятия Как раз для деток вот такой категории Мы всячески помогаем им организационными моментами То есть предоставляем данную базу Судьи отрабатывают все эти соревнования То есть я думаю, что вот эта аудитория как раз на этой площадке будет расширяться Не только ограничиваться детской категорией, но и со взрослыми точно так же будем работать Как вы оцениваете в общем обеспеченность города Кирова спортивными площадками? То есть это залы, это может быть какие-то уличные тренажеры для занятий Тоже их очень-очень много становится в городе Кирове Бассейны, ледовые катки Ну вот смотрите, у нас есть такая статистика, как говорится, форма статистической отчетности Где как раз просчитывается обеспеченность спортивными сооружениями Из расчета на одного человека, на количество населения города На сегодняшний момент мы еще не подвели итоги за 2018 год Соответственно туда вот новые объекты еще не попали Но по 2017 году у нас уровень обеспеченности, например, спортивными сооружениями меньше 30% Что это значит? Это значит, ну вот считайте, полмиллиона у нас населения Соответственно, около 30% населения в принципе могут посещать спортивные сооружения Но хочется отметить, что сюда не попадают фитнес-клубы То есть и частные, которые не относятся напрямую к управлению Совершенно верно Кто не предоставляет информацию о площадях, о посещаемости своих спортивных Они тоже ведь спортивные объекты, фитнес, различные направления Они у нас пока вот они не подпадают под нормативную базу И поэтому мы не можем пока до них достучаться И я очень надеюсь, что данную работу мы тоже каким-то образом постараемся наладить Спортивные площадки, которые вот тоже уличные Они не являются спортивным сооружением как таковым То есть они тоже выпадают А количество занимающихся на них Ну просто кто приходит, подтягивается, делает упражнения, физическую подготовку То есть они ведь тоже занимаются физической культурой Теоретически, да, можно отнести Ну даже не теоретически, даже практически То есть у них занятия проходят Поэтому говорить о том, что на сегодняшний момент 30% это объективная цифра Объективной реальности, то нет Конечно, у нас уровень обеспеченности больше Скажем так, зарегистрировано официально Да Расскажите, пожалуйста, как проводятся работы И насколько активно с новыми районами Сейчас застройка идет не только в Кирове, но и за пределами города В черте города Кирова новые районы застраиваются, открываются, заселяются Как скоро ваше управление обратит на это внимание И при достижении какого количества человек там появится какой-то объект подведомственный На сегодняшний момент у нас сформирован план подготовки к празднованию 650-летия города Кирова И как раз вот все удаленные вот эти новостройки, новые микрорайоны Они, конечно, учтены в данном плане как в строительстве спортивных сооружений Учреждений образования, учреждений социальной инфраструктуры Как только будет утвержден план, так сразу Ну и, конечно, ведется большая работа с застройщиками данных микрорайонов Чтобы при проектировании, конечно, учитывали потребность в спортивных сооружениях Потребность в объектах социальной инфраструктуры Плюс есть варианты участия в грантовых конкурсах То есть и муниципальный грантовый конкурс существует Который направлен как раз на улучшение условий проживания, скажем так На благоустройство общественных территорий То есть жителям конкретного дома или нескольких конкретных домов Самостоятельно могут принять решение Даже ППМИ может помочь ППМИ, это областной грантовый конкурс Есть еще муниципальный, то есть как раз эти грантовые конкурсы Направлены на то, чтобы жители самостоятельно определили Что для них приоритетно первоочередное Это спортивная площадка, это детская площадка Возможно, это благоустройство той территории, на которой они проживают И как раз жители вот этих новых микрорайонов Они очень активны в реализации своих инициатив То есть мы смотрим микрорайон Чистые пруды Там теперь уже постоянно проходят общие микрорайонные, скажем так, праздники Посвященные различным памятным датам Просто собираются там, день соседа проводят Поэтому чем активнее жители сами изъявляют свою инициативу, проявляют Тем быстрее можно как раз в совместной деятельности реализовать те или иные проекты Дядя Юрьевна, расскажите, как вы работаете с застройщиками? Потому что со стороны создается впечатление, что застройщик сам такой молодец Придумал, что он здесь там ставит хоккейную коробку Здесь он делает там еще какую-то футбольную площадку Вот какова ваша роль в принятии такого решения? Как управление я не скажу, что мы принимаем активное участие в этой составляющей Но во всех микрорайонах у нас обычно этим занимается управление архитектурой, городостроительство То есть те, кто формирует вот этот как раз план размещения объектов И в том числе в каждом микрорайоне у нас есть даже перечень этих земельных участков Которые зарезервированы под строительство объектов социальной инфраструктуры То есть физико-культурно-оздоровительные комплексы Да, спортивные площадки, открытые спортивные площадки То есть земля есть, строить есть где Сейчас возникает вопрос, это как раз поиска либо инвестора Либо это государственно-частное партнерство для того, чтобы реализовать данный проект Мы понимаем, что они силами муниципалитета очень сложно Это достаточно большая нагрузка Я понимаю на сегодняшний момент, какие еще проблемы у нас есть, которые необходимы к реализации В первоочередном порядке Но только совместно Только совместно федеральный областной бюджет Либо привлечение инвесторов Насколько я помню, такая небольшая хоккейная коробочка Стоит 400 тысяч, если не ошибаюсь Причем это только ее установка без заливки и без ухода за льдом По минимуму Даже я не знаю, что это 400 тысяч Это просто поставить борта, причем непонятно из какой составляющей Без фундамента Да Только борта Да Ну вот мы как раз и говорим Мы же прекрасно понимаем, что для заливки нужно основание И конечно, если делать данную хоккейную коробку, она должна быть многофункциональной Она не должна функционировать только зимой Летом она должна быть доступна для игры в футбол Совершенно верно А это определенное покрытие, определенное основание И уход за этим Совершенно верно В основном вопрос возникает как раз Построить можно Кто будет это содержать, кто будет за этим ухаживать Потому что если не будет хозяина, то данного объекта хватит ненадолго Плюс в 2018 году еще у нас не получилось пока реализовать этот проект Но мы в 2019 году сейчас начнем и вернемся к этому вопросу Это поколение спортмастер Федеральная сеть У них есть тоже социальная составляющая Торговая сеть Они готовы поставлять оборудование Практически уже в прошлом году этот вопрос проговорили То есть порядка 10 площадок Оборудование на 10 площадок они готовы предоставлять Что за оборудование? Оборудование как раз для уличных воркаут То есть турники вот такой площадка 10 на 10 Туда поставляется оборудование Там два комплекта оборудования есть Они немножко отличаются От нас только подготовить площадку и установить этот тренажер Выбраться, наверное, еще нужно эту площадку Уже определили Ну, в принципе, мы делали запрос в территориальное управление Они определились с теми местами, где наиболее будет востребована Наибольшая проходимость жителей города Кирова Они же сами как-то советовались в этом плане? А это уже, вы знаете, если парк ЛПК на 41 микрорайоне В Новоавиатском районе, он понятен Там даже и в принципе выбирать не надо А вот там будет определен подрядчик, который будет за это отвечать Который будет это все содержать хозяйство Поэтому нам чем больше вот таких инициатив Причем от социально ответственного бизнеса Но тем лучше Затраты на оборудование данной площадки Просчитывали порядка 190 тысяч Это только подготовительная работа И все остальное привозит спортмастер То есть 190 тысяч это то, что вы берете на себя Это да Причем это, опять же, не муниципалитет Это партнеры, это предприятия, организации Которые готовы нести затраты за счет собственных доходов Да, у нас осталась буквально одна минута К сожалению, очень мало мы успели из того, что запланировали Давайте основные события спортивной жизни города Кирова На 2019 год перечислим На что особо следует обратить внимание Что посетить, что посмотреть, где поучаствовать Ну, хотелось бы, конечно, обратить внимание На мировые европейские первенства Которые у нас пройдут 8-10 марта на Сосульке То есть у нас очередные международные соревнования Павел Эдуардович каждый год делает подарок всем женщинам на 8 марта Это приезжие иностранные граждане? Это все, особенно те, кто работают в эти дни Женщины, вот он всегда такой подарок делает У нас традиционно Вятские холмы Которые, я так предполагаю, пока еще конкретно не разговаривали Но, скорее всего, это будет, опять же, три старта Надеюсь Весенний, осенний и летний Летний начинаем Все правильно Это соревнования по различным видам спорта Уровня первенства чемпионата России То есть календарные планы на сегодняшний момент сформированы Заявки в Министерство спорта отправлены Подтверждения получены Поэтому я предлагаю просто следить за новостями Сайтов администрации правительства и средств массовой информации И определяться для себя, какой вид спорта интереснее Традиционно массовое катание на всех ледовых площадках В течение зимнего сезона и также в Союзе и в Дымке будут проходить Поэтому каждый может выбрать для себя то занятие, которое ему по душе Заниматься спортом стало модным Поэтому тоже призываю всех, как минимум, прийти посмотреть Потому что всегда, как сказала Надежда Юрьевна Стараемся и управление город и область Все стараются, чтобы эти мероприятия были максимально зрелищными Интересными, яркими, действительно достойными событиями для спортивной жизни страны Киров, насколько я понимаю, уже довольно-таки прочно обосновался в рейтинге туристическом Во многом за счет спортивных событий, которые у нас проводятся И спортивные, конечно, события тоже Мы очень удачно расположены Вот нам очень сильно повезло Как раз транспортная доступность, логистика и возможность и размещения, и проведения мероприятий И у нас очень квалифицированный судейский корпус У нас высокий уровень тренерских кадров У нас замечательные спортсмены Поэтому, ну, если попробовать забронировать гостиницу весной Ну, это будет очень проблематично Да, потому что постоянный поток Если не спортсменов, то учащихся на Олимпиады Если не учащихся, то это творческие коллективы Которые тоже свои определенные конкурсы проводят Поэтому, конечно, в нашем городе есть чем заняться Есть куда сходить, есть на что посмотреть Ну и, конечно, хочется, чтобы количество занимающихся, в том числе физкультурой и спортом У нас увеличивалось Да, планы по этому поводу тоже есть Да, Надежда Ильевна, спасибо большое Надеюсь, что вы еще нас будете посещать Потому что тем вопросов к вам осталось еще много Вот, поэтому ждем вас в гости снова Спасибо большое за подробный рассказ Своеобразный такой очень продуктивный отчет Спасибо большое с наступившим вас Новым годом Спасибо и вас С верой в спорт